Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем заниматься вопросом, почему Аарон сделал тельца. Этот вопрос, наверное, вас очень возмущает, потому что все знают комментарий, метраж, что были колдуны, которые пришли вместе со временем из Египта, и они были на горе Сина вместе со всеми, и они сделали тельца, так написано в метраше на самом деле. Но если мы посмотрим в текст Торы, мы увидим интересную вещь, что сам Аарон сделал тельца, поскольку написано в Торе, что он взял формочку, в которую он залил золото, и положил это в огонь, и потом написано, что выскочил телец. Так если выскочил телец, значит, Аарон сделал, но тут надо совместить обе вещи вместе, что Аарон на самом деле решил сделать тельца для того, чтобы задержать процесс, пока Аарон сможет спуститься с горы. Но поскольку это не было желанно остальным людям, которые пришли из Египта, они хотели как можно быстрее сделать тельца, который будет являться посредником между еврейским народом и Всевышним. Поэтому пришли колдуны и сделали колдовство, что из этого золота, который Аарон засунул в огонь, выскочил сразу телец. Но очевидно, что сам Аарон тоже принял прямое участие в том, что он сделал тельца. И вопрос на самом деле удивительный, потому что мы знаем, что перед тем, как пришли к Аарону попросить у него сделать тельца, они подошли сперва к Хуру. Хур – это был сын Мирьям, то есть он был племянником Аарона. Он вместе с Аароном был назначен быть ответственным за еврейский народ. И когда пришли к Хуру с просьбой сделать какого-то посредника, который будет являться заменой Мушер-Абейну, то Хур сказал, ни в коем случае, это запрещено, это Абагазара, это идолопоклонство, я ни в коем случае в этом не участвую. И они его из-за этого убили. Поскольку они это убили, Аарон понял, что здесь надо решать вопрос иначе. И он взял на себя ответственность и соучастие в том, чтобы сделать тельца. Вопрос очень простой. Почему Аарон не отдал свою жизнь ради того, чтобы не нарушать закон идолопоклонства, при участии в идолопоклонстве, так как сделал его племянник? Вопрос понятен. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно пройти чуть-чуть урок истории. Тогда мы сможем увидеть, насколько был прав то, что сделал Аарон. Значит, мы знаем, что еврейское царство началось с Шауля Мелех, он был первый царь, он был из колена Бениамин, потом царство перешло к колену Иуда. Оттуда пошел Давид, Шломо, Рахавам и так далее, и так далее, вся династия. Во время Рахавама, он был сын Шломо, внук Давида, пришли евреи жаловаться насчет того, что у них очень высокие налоги, они просят их спустить. Рахавам послушал совет молодых советников, которые сказали, что ни в коем случае не преклоняться к просьбе народа снимать налоги. И наоборот, ты должен показать, что ты сильный царь, ты всемогущий, и ты покажешь им всем, как надо соблюдать закон. Хотя старейшины посоветовали наоборот, прийти навстречу к народу. Но поскольку он послушал молодых, и мудрецы говорят, что строение молодых – это разрушение, а разрушение стариков – это строение, из-за этого был бунт, и царство разделилось. Десять колен ушло вместе с царем Яровам в одно царство, это то, что называется Израильское царство, а Иудейское царство осталось колено Иуда, Куани, Элеви и Пенемин. После того, как это произошло, Яровам закрыл все дороги в Иерусалим, чтобы ни в коем случае никто не мог туда попасть и увидеть храм, и увидеть, как сидит царь во время Ахакей. Раз в семь лет собирается весь еврейский народ в храм, и царь сидит в храме и читает Тору, наставления. Единственный человек, который имеет право сидеть в храме – это царь Иуды. И Яровам, который царь Израиля, он бы не смог там сидеть, и тогда было бы, тогда бы это выглядело, что второстепенный, он на это не мог пойти никак, никаким образом. И поэтому он поставил два больших тельца в Дан и Бейтель, и там он сделал большие храмы и сказал всем его подчиненным, что там сегодня, с этого дня молятся в этих местах, и, как мы говорили, закрыл все пути в Иерусалим, чтобы ни в коем случае не могли туда прийти. После того, как это произошло, и он не раскаялся в своих поступках, Всевышний забрал у него царство и передал его Ахаву. Ахав был еще хуже Ахаву. Кроме того, что он оставил этих тельцов, он поставил и дал подгонство во всем, во всем, во всем месте Израиля, на горах, под деревьями. Не было ни одного места, где не было бы далопоклонства. И тогда Всевышний решил уничтожить его потомство, так же, как и Иеравама, снять его с царства. Но до того, как это произошло, тем временем царствовал в царстве Иуда Иушафат. Иушафат и Ахав не враждали, они были в очень хороших отношениях политических, и до такой степени были хорошие отношения, что они поженили между собой своих детей. Ахав взял свою дочку, которую звали Аталья, и дал ее в жены, Иораму, сыну Иушафата. И после этого брака, конечно, укрепились отношения между двумя царствами. И у них родился сын, которого звали Ахазья. Ахазья, он должен был быть царем после своего папы Иора. Что произошло? Из-за того, что Ахав так плохо себя вел, и так сводил еврейский народ с пути. Поэтому Всевышний послал пророка Иона к Егу. Егу, он был назначен уничтожить все потомство Ахава и занять царский престол для того, чтобы очистить весь Израиль от идолопоклонства. Поскольку так произошло, значит, Еул уничтожил все потомство, и также он уничтожил сына этой Атальи, который на самом деле был следующий царь после Иорама. Он убил этого сына, и до этого уже сам Иорам тоже умер. Поэтому Аталья увидела, что сейчас нету никакого царя, нету никакого потомства из ее семьи. И она решила взять царство в свои руки. Она уничтожила все потомство Давида, чтобы не было никаких вопросов насчет того, что она незаконно властвует над евреями. И поэтому ей пришлось уничтожить всех. И это то, что она сделала. Но после того, как она это сделала, она не обратила внимания, что был один новорожденный ребенок, который был потомок Давида. И эта женщина, эта мама, мама этого ребенка, ее звали Йошева, если я не ошибаюсь, и она взяла этого ребенка и отнесла его в храм. В храме был Иояда, главный священник. Иояда, главный священник, увидел, что есть последний потомок Давида, который может взять себе в руки престол царства. И он его спрятал в Кодыша Кудашим, ни более, ни менее, в Кодыша Кудашим, там, где нельзя находиться никому, кроме главного священника, только в Йома-Кипурим. И он там пробыл, этот ребенок, 7 лет вместе со своей мамой и вместе со своей нянькой. Спустя 7 лет Йояда взял этого ребенка, показал его всем своим близким, и они подняли восстание против Атаги. И когда она пришла в храм, показали ей, что есть кто-то, кто должен ее заменить на царство, она убежала с опасностью, что ее сейчас убьют, и на самом деле ее догнали и убили. И вот этот, вот этот мальчик, он, значит, стал царем, поскольку он был потомок Давида. Конечно же, в 7 лет царствовать невозможно. Главный священник Йояда был тот, кто его направлял во всех решениях, во всех вопросах. И спустя 40 лет он умер, тогда уже ему было 47, и он уже смог быть царь сам по себе. И когда к нему пришли министры, всякие важные люди, начали перед ним кланяться. И кланялись по какой причине? Кланились, поскольку они поняли, что есть закон, что никому, кроме священника, нельзя заходить в Кодыш Акудаши. Не тот, кто тут заходит, его наказание – смерть. И кроме этого, он там жил 7 лет. Главный священник заходит на какое-то короткое время в это святая святых, во время самого святого дня, им кипури, помолиться за еврейский народ, предисти к торе. А тут 7 лет, и он остался в живых, не может быть никакого вопроса, кроме чем, что он сам и есть Бог. И поскольку они сделали такой вывод, значит, этому царю понравилось, и он так себя начал вести, как будто бы он божество. И пророки возмущались против этого. Невиа Эмед – настоящие пророки, не лжиа пророки. Они пытались отодвинуть еврейский народ от этой мысли, у них это ничего не получалось, пока не встал Захария, который являлся сыном его яда, главного священника. Он был сейчас главный священник вместо своего папы. Он всем сказал немедленно прекратить, и ни в коем случае нельзя это продолжать. Это против же воли Бога, и надо это закончить. Когда царь об этом узнал, он приказал его убить. И в Йо-Кипур, который выпал на шаббат, его закидали камнями рядом с Мизбехом в храме. И там Захария умер, и его кровь не впиталась в землю, и все время она бурлила. Она бурлила до того времени, пока пришел на Бухаднец, со своей армией на Бузаредан, точнее, на выходной царь послал на Бузаредан своего военачальника в Иерусалим захватить город и весь Израиль. И тогда было изгнание еврейского народа из Израиля. Но он пришел, между прочим, также и в храм, и видит в храме вот эта кровь. Он начал спрашивать, что это за кровь, которая бурлит здесь на полу. Они сказали, что это от жертвы, сейчас мы помоем, все уйдет. Он залезал в несколько жертв. Он увидел, что это совсем другая кровь. Тогда он сказал, что вы мне обрёте, если вы мне сейчас не скажете правду, я всех сейчас здесь вырежу. И тогда ему сказали всю историю, что был пророк, его убили и так далее. И тогда он решил эту кровь успокоить. Он привел маленьких детей, Тинокочургой Трамбан, который учит Тору, и начал их резать там один за другим, один за другим. Десятки тысяч детей он там резал, и кровь не успокаивалась. Потом он привел старейшин, мудрецов, начал их резать одним за другим в храме рядом с этой кровью, и ничего не помогло. Не помогло. Пока он начал просто брать других людей, и резать, и резать, и резать, в храме написано, в Тарапе Адсенедре написано, что он убил 940 тысяч людей, и кровь не успокоилась. Тогда он обратился к Захарии и говорит, Захария, Захария, что ты хочешь, чтобы я уничтожил весь еврейский народ, чтобы тебя успокоить твою кровь? И тогда кровь успокоилась. И это то, что мы хотим отсюда взять. Мы видим отсюда, что когда убивают главного священника, это обозначает, что ничего не искупит этот грех, кроме чем уничтожения еврейского народа. А Аарон знал, вернемся к Аарону, А Аарон знал, что если они сейчас его убьют, это то, что будет с еврейским народом. Еврейский народ получит наказание, уничтожение за то, что они убили главного священника. Параллельно Аарон по отношению к себе мог отдать свою жизнь и получить все благи. Он бы получил грядущий мир на самом высоком уровне. Он бы получил такие заслуги, такое освящение имя Бога, что он отдался ради того, чтобы не осквернить имя Всевышнего. Но Аарон на это не пошел. А Аарон решил иначе. А Аарон решил, что лучше я пострадаю, лучше я получу наказание, лучше на меня будет смертельная казнь. Но зато еврейский народ, который согрешит с идолопоклонством, он сможет потом раскаяться и Всевышний его простит. Если они убьют Аарона, никакого искупления не может быть. Это будет уничтожение всего народа. А Аарон отдал себя ради того, чтобы спасти еврейский народ. И что мы видим дальше? Когда построили Мешкан, Мешкан и Аарону нужно было зайти туда для того, чтобы приносить жертвы, он увидел жертвенник с кранот, то есть углы, которые напомнили ему рога тельца. И он испугался, как он может прийти и приносить жертвы, когда он сам сделал тельца, какое право он вообще имеет это делать. Говорит ему Мушарабейну, иди, потому что ради этого ты был избран. То есть мы видим все наоборот. Именно из-за того, что он был готов отдать все, что ему дорого ради еврейского народа, это то, что он получил заслугу приносить жертвы для еврейского народа, чтобы искуплять грех еврейского народа. Это настоящий вождь евреев. И это то, что мы молимся, чтобы у нас было бемирабейамейнуамей. Спасибо большое. До свидания.